здравствуйте в день здравствуйте саша очень рад видеть вас целым здоровым и сразу хочу извиниться пред вашей аудитории за очень долгое молчание надеюсь вы сегодня расскажете чем это связано я сразу извиняюсь перед аудитория которая нас с вами вчера ждала из определенных военных обстоятельств не зависящих от нас а только от сирены вопли путина мы не смогли войти в эфир мы делаем когда есть возможность пораньше пока они там ночь не наступила и нет воздушной тревоги но тоже неизвестно сколько это продлится вадим поэтому у нас старая скажем программа мы с вами не первый раз встречаемся и не первый раз беседуем я думаю мы сделаем тот же формат я позадаю вопросы которые интересны мне хорошо узнать ваш взгляд и там огромное количество вопросов от белорусов и может быть даже от провокаторов с глубокика я не знаю но мы делаем по принципу я читаю все подряд вы отвечаете на все но связи с войной на что можете и что считаете небезопасными не отвечаете хорошо разберемся у меня первый я чувствую я чувствую первый вопрос я могу угадать уже саш первый вопрос после нашего объявления вчерашнего а какого черта полк чего не дивизия почему не корпус не угадали не угадали это не вы угадали это вопрос от белорусов но мы перейдем к второй части мой первый вопрос будет ваш взгляд на сегодня состояние войны украины между россией не интересует вот как вы считаете будут дальше развиваться события и я дальше у меня еще много вопросов лично хорошо хорошо ну я вангой не буду работать дело неблагодарное но я исхожу из того что это затяжной конфликт я схожу из того что путин конечно же планировал блицкрик блицкрик конечно же не удался это видно по всем признакам я уверен что вот эта переговорная позиция мы отойдем сейчас из чернигово да и отойдем там от киева она вынуждена это все благодаря в ссу и конечно благодаря украинцам и украинскому совершенно отважному самоотверженному сопротивлению я думаю что и это подтвердила вчера американская Путин оказался в классической ловушке авторитарных руководителей и диктаторов, когда даже ему не докладывают плохие новости. Соответственно, если он не видит вообще реальной картины своего вторжения, реальной картины военных действий, то уровень неадекватности восприятия и неправильных решений повышается. Итак, я исхожу из того, что верить России нельзя ни при каких обстоятельствах, но это никакая не новость. Не верь, не бойся, не проси. Вот этот стоический лозунг действует как в мирное, так и в военное время. Я исхожу из того, что если Путин не принесет трофей из своей террористической кампании в Украине, то собственные силовики, собственная силовая элита, она перестанет ему подчиняться. И мы вполне можем прийти к варианту государственного переворота. Своему подведомственному населению популяции Путин в состоянии продать историю о том, что они так и хотели. Они хотели закрепиться на Донбассе, разгромить потенциал ВСУ, например. Но силовикам своим это будет очень сложно объяснить. Поэтому думаю, что он планирует очередную гадость. Я допускаю, что будет попытка взять в котел на востоке и на юге. И, разумеется, у России есть резервы. Мы понимаем, что по некоторым признакам, что Лукашенко отчаянно сопротивляется присоединиться наземными силами. Мы понимаем по некоторым признакам, что идет вербовка в Сирии. Но на самом деле мы понимаем, что у России большой потенциал для того, чтобы продолжать создавать проблемы. Большой неиспользованный потенциал. Здесь вопрос политической воли. Мне кажется, что он зашел настолько далеко в эту кровавую кампанию и натворил столько военных ошибок, что либо тут поворачивать назад, либо пытаться закрепиться. В общем, я не вижу обстоятельств, при которых он приносит победу 9 мая. Я вижу обстоятельства, когда эта война затягивается на полгода, если не больше. У меня вопрос. Как ты считаешь, Лукашенко кинул Путина, переиграл или засал? Лукашенко, да. Ну, все вместе. Все вместе. Лукашенко руководствуется удивительно чутким, очень натренированным инстинктом выживания. Там нет никаких моральных принципов, там нет никаких ограничений и стержней. У него переразвит на животном уровне инстинкт выживания. Инстинкт выживания до начала военной кампании подсказывал ему, что присоединившись к Путину, можно получить немножко трофеев, можно получить денег от Путина и можно наказать белорусское гражданское общество картинками. Посмотрите, что с вами будет, если вы еще раз рыпнетесь. И так он думал, несомненно, в начале войны. Украинское сопротивление, украинская нация и невозможность Путина произвести блецкрик обострило чувство Лукашенко и его знаменитый инстинкт самосохранения. Поэтому думаю, что он отчетливо понимает, что наземное наступление с его стороны означает его скорую политическую смерть. Он понимает, и об этом не раз говорили эксперты, что все эти люди, немотивированные убивать украинцев, могут повернуть свои стволы. Ну, не все, давайте так говорить точнее. В наших силах спецопераций присутствуют промытые русским миром люди. Они смотрят русский телевизор, они живут в парадигме «можем повторить». Такие есть, несомненно. Мне трудно судить, сколько их, возможно, их половина. Очевидно, что крупные силы белорусской армии не хотят ни в коем случае входить в Украину и участвовать в этой авантюре. Но несколько тысяч дебилов всегда можно найти. Но эти дебилы должны в случае, если все-таки Лукашенко не сможет больше сопротивляться и начнет свою военную кампанию на земле, пока признаков этого не видно. Хотя признаки были, понимаете, все может поменяться. Я считаю, что один только способ с ними – разговор. То есть они должны умереть. Они должны получить. И они должны получить такую встряску, после которой никакого желания участия в путинских террористических операциях у них не будет. Если я не ушел слишком далеко в свои мысли, я только концентрируюсь сейчас. У меня сегодня медийный день, я пообещал пять интервью дать, и только-только вхожу в форму. Да, пожалуйста, прерывайте. Будем вас разминать. Последний вопрос от меня. Как ты считаешь, мировое сообщество достаточно отреагировало на сегодня? Кто себя, на твой взгляд, ведет в концепции того, что понимает то настоящее зло, которое вторглась в нашу страну? А кто себя до сих пор ведет как проститутка и нашим, и вашим? И вроде как мы за мир, но мы не можем ссориться с Россией. Я восемь раз позвоню. Я условно говорю. Ну, мы видим все те же силы на арене. Мы понимаем прекрасно, что господин Макрон, к сожалению, превратился в ночную телефонистку Путина. Все это происходит от тотального непонимания путинской мотивации. Все это происходит, конечно, из-за страха развязать Третью мировую войну. Все понимают, что ядерное оружие – это фактор. Но мы имеем дело с классическим непониманием, кто такой Путин. До сих пор. Представляете, уже после того, что случилось, есть лидеры на Западе, которые считают, что мы имеем дело просто с вором. Есть лидеры на Западе, которые считают, что они имеют дело с сумасшедшим, с психом. И лишь немногие западные лидеры, достаточно глубоко изучив вопрос, понимают, что они имеют дело с идеологическим лидером. Лишь немногие понимают, что Украина – это предлог, что война идет за выживание западной цивилизации. Что Украина – удобная цель. Этот заложник, которого сейчас удобно попытаться задушить. В действительности Путин, обожравшись коррупционными деньгами, ведет борьбу против западного мира. Все эти фразы, его мюнхенская речь, его последовательная риторика о том, что границы России не заканчиваются нигде. О том, что геополитическая катастрофа, главная геополитическая катастрофа XX века – это развал Советского Союза. Это не пустые слова. Еще раз. Мальчик хочет величия. Он все в жизни испробовал. Он ведет именно такую войну. На Западе это не понимают. На Западе вообще, надо сказать, что разучились иметь дело с гопниками. Ведь единственный способ вести с ними дело – это обязательно демонстрировать твердость и силу. Потом разговаривать. Не верить ни единому слову. В данном случае Макрон, конечно, наступает на одни и те же грабли. Разные приводятся мнения. Я не хочу устроить у себя эксперта по глобальным вещам и глобальной политике. Очевидно, что предвыборная кампания Макрона – это тоже фактор. Помните, про Меркель говорили, что кто-то же должен поднимать трубку. Кто-то же должен разговаривать с террористом. Или хотя бы увещевать его. Или пытаться определить, что он сделает дальше. Надо сказать, что Шрёдер и Меркель сделали все возможное, чтобы Германия, отказавшись от атомной энергетики, подсела на российскую газовую иглу. Российский газ и немецкая промышленность, которая попала в тотальную зависимость после неправильных решений политических за последние 20 лет. Это и есть то, что Путина питает. Вчера прошла оптимистическая новость о том, что Германия позволит Украине покупать оружие. У Германии. То есть мы понимаем, что все-таки происходят какие-то изменения. Я здесь хочу сказать, что западное лидерство давно утеряло своих Маккейнов, Черчилля и Тетчер. Это факт. Я точно так же считаю, что украинская дипломатия должна этот факт учитывать. То есть они должны напрямую через голову политического руководства этих стран работать с гражданским обществом, убеждать их. В данном смысле ваша креативная медийная индустрия, она великолепно справляется. Я видел ролики, где бомбят Париж или Берлин. Это очень живое, красноречивое свидетельство, что там происходит. И последнюю нотку внесу сюда уже в геополитический расклад. Конечно, мы слышали польское заявление о том, что не пора ли нам Сувалский коридор забрать. Мы слышали Сикорского еще до начала войны, в которую я даже не верил, о том, что нужно дать между ног Путину. Эти заявления были редкие, но они были правильные. Это и есть тот способ поведения с агрессором, тот способ поведения с гопником, который нужно эксплуатировать. Ни в коем случае не верь, не бойся, не проси. И, конечно же, Восточная Европа, которая прошла опыт коммунистического гнета и советской оккупации, она понимает Украину значительно лучше, чем Западная. Саша. Как ты считаешь, санкции, которые сейчас мир ввел, они достаточны, чтобы разорвать Россию изнутри через месяц-два? Или еще пройдено только 20% от возможностей санкционных? Я считаю, что нефть и газ – это самые серьезные вещи. И если я правильно слежу за событиями, а я слежу за событиями только, не знаю, полчаса в день, это не совсем мой типичный ритм сейчас жизни, то я понимаю, что нефть и газы по-прежнему остаются фактором. Эти санкции еще не работают до конца. Но то, что идет нарастание санкционного давления, то, что вчера прозвучало, по-моему, заявление Бориса Джонсона о том, что вообще попытка вот этой вот имитации деэскалации и увод войск от Киева никак не должно повлиять на санкционное давление, только возврат на позиции до войны. Я считаю, что западный мир должен признать, что угроза – это ему, что это не вопрос даже человечности, или это не гуманистический больше вопрос, несмотря на то, что гибнут люди и дети, и, конечно, это вопрос человечности в том числе. Это вопрос выживаемости Запада. Если сейчас Путина не загнать обратно, не придушить и не прикончить, простите, хотя мы понимаем, что разные сценарии, возможно, даже после его поражения в Украине, и разные длительности эти сценарии возможности, то под угрозой само существование западной цивилизации. И это распространяется уже на такие глобальные вещи, как новый миропорядок, где Китай занимает другую роль. И вообще еще одну важную вещь скажу, уж не знаю, Саша, может быть, долго мы задерживаемся на геополитике, но скажу. Путин вырос в этого монстра благодаря близорукости Запада в том числе. И сейчас мы видим, что ему сходило с рук, и как это делало его и повышало его безнаказанность. Так вот, я хочу сказать, что это несвязанная вещь, но, например, в Китае очень много сходит с рук. И мы понимаем, что если не будет политической воли у Запада, если не будет твердых моральных основ, если они не вернутся к корневым своим ценностям, а почему, собственно, западная цивилизация и выстояла против диктатуры, тираний, потому что у них были эти ценности, и они тоже были тираниями и диктатурами в свое время. Так вот, если они не вернутся, то если они не научатся на опыте Путина, то, в общем, с Китаем им придется иметь тоже огромную неприятность. Саша. Супер. Давай теперь перейдем к самому главному вопросу, что мы собрались. Прошу. Полк, погоня, иностранный легион Украины. Расскажи в двух словах, и я перейду к вопросам белорусам всем подряд, что тебе задали. Хорошо, хорошо. Ну, смотрите, я появился в Украине 27-го числа и доехал до Киева. Я, разумеется, рассматриваю сложившуюся ситуацию военную как шанс, в том числе и белорусский шанс. То есть, во-первых, не победив в Украине, белорусы никогда не получат свободу. Если Украина не побеждает, поэтому ей нужна вся помощь, любая помощь от белорусов, шотландцев, японцев, от кого угодно. И в этом смысле формирование интернационного региона – это очень правильный шаг. Во-вторых, я вижу за этими событиями изменения в Беларуси. Поэтому с самого начала задача у меня личная, которую я сам себе поставил, не имея никаких начальников над собой, не имея никаких штабных ресурсов, просто задача – в этих условиях сформировать наибольшее, самое крупное белорусское подразделение, которое мы можем позволить себе в этой военной кампании. И лучше бы, если бы оно исчислялось тысячами. Поэтому я эту мысль, держа в голове, исходя из этого, и действовал. Я понимал, что существуют белорусы, которые воевали и в 2014, и в 2015 году. Я воевал, меня Дмитрий Щегельский познакомил с Вадимом в белорусском батальоне. Он не назывался тогда «Белорусский батальон», это больше была рота. Мне он был представлен как командир в действительности при личной встрече. Он сказал, что он не командир, что у них коллективное руководство, и он здесь не всего решает. Я довольно быстро понял потенциал этого подразделения. И, естественно, накопившиеся свои связи, а именно политические связи в украинском руководстве, медийный вес, какой-то менеджерский опыт, понимание того, что происходит в оппозиционной белорусской политике, я собирался предложить это как актив, что, собственно, я и сделал. Ну, наши мнения разошлись с людьми, с батальоном Калиновского. Я вижу в этом проблему, мне немножко грустно от этого, потому что, конечно, как и в случае с белорусской заграничной оппозицией, я все-таки видел себя интегратором, я все-таки видел себя объединителем каких-то вещей. И он мне честно предложил о том, что вот то, что у меня есть, вот то, что я могу принести к столу. После долгих совещаний, я был там на громкой связи, со мной разговаривал несколько человек, я даже не знаю, кто конкретно, но, видимо, какой-то командный состав батальона. Они хотят быть отдельно, это можно только уважать. То есть мы, в конце концов, пришли к соглашению о том, что они живут отдельно, но у них отдельный рекрутинг, отдельный фандрейзинг и отдельная политика. Я, разумеется, предложил связь с учебкой. Я понимал, что существуют войны, которым нужно на передовую уже завтра. И мы с вами знаем такой характер. Это такие азартные люди. Они есть всегда, их процент небольшой, он есть всегда в каждом обществе. Для них всегда есть где-то война, из них получаются замечательные войны. А есть огромное количество белорусов, которых вытеснил 20-21 год из родной страны. Они понимают, что нужно помочь Украине, чтобы потом помочь себе в Беларуси. И у них нет опыта военной службы, у них, возможно, есть трезвое представление про себя, что им нужно пройти тренировочный цикл. В связи с этим возник проект вот такой тренировочной базы, которая потом распределилась немножко на несколько. И, соответственно, я был поддержан в украинском руководстве. Моя репутация была какая-то проверенная. И потом у меня была всегда последовательная проукраинская антипутинская риторика. И мне удалось довольно быстро получить в распоряжение какие-то ресурсы для крупного белорусского формирования. Разумеется, Калиновским я предложил сотрудничество. Я, в принципе, даже предлагал им простую формулу о том, что я с другом иду служить к ним. Они дают опытных инструкторов суда, и таким образом мы сосуществуем. Ну, неважно. В общем, я считаю, что если возникнет третье, четвертое или пятое белорусское формирование, и по каким-то причинам оно пока будет отдельным, я не вижу в этом большой беды, я вижу в этом мощность потом. И я надеюсь, что у всех хватит мудрости, потому что цель Беларусь, она на всех одна, чтобы потом соединиться на полдороги. Супер, очень интересно. Спасибо большое. Давай тогда перейдем к вопросам. Значит, чтобы все-таки зрителям было еще понятнее, может быть, я не выдался. У нас существует договоренность. Рекрутинг батальона Калиновского, они занимаются сами, мы занимаемся сами. Фандрайзинг, мы к нему отношения не имеем, мы свой фандрайзинг фактически еще не начинали. У нас несколько бизнесменов, помогли нам первой экипировкой, транспортными средствами, но мы на самом деле его начнем. И даже не мы это будем делать, мы выберем партнерскую организацию, скорее всего, это будет наш партнер, фонд спортивной солидарности, который будет заниматься этими вещами, потому что у нас просто времени на это нет. Я предполагаю, что с помощью тренингового центра, последовательно, ритмично, с определенной мощностью пропускной способности, мы можем пропустить всех тех белорусов, которые хотят быть добровольцами. Пока что к нам обратились больше тысячи человек. Это еще без всякой рекламной кампании, без того, чтобы люди понимали, на что они идут, куда они идут. И это, конечно, будет все объясняться. Я считаю, что замечательно будет, если белорусская... Смотрите, наверное, так. Настоящая стратегическая задача заключается в том, чтобы сделать альтернативные вооруженные силы, белорусские альтернативные вооруженные силы на территории Украины. Конечно, мы ни разу не полк. Естественно, мы не полк. И я предполагаю уже иронию. Но мы выбрали это название коллективно, вместе с бойцами. У нас было там 12 или 14 различных номинований. Мы понимаем прекрасно, что мы имеем большое количество желающих. Наша пропускная способность, к сожалению, не позволяет их всех принять быстро, поэтому это будет постепенно, в основном из Польши. Мы точно понимаем, что полк – это замечательная большая цель. Но по количеству желающих мы претендуем на крупное подразделение. Супер. Теперь переходим к вопросам. Берете ли вы людей после 50? В нашей первой группе есть люди 19 лет и есть 60. Но, правда, человек, которому 60, он находится в отменной физической форме. Я допускаю, что мы будем делать исключения, но сейчас руководство иностранного легиона и, в общем, мой непосредственный начальник, украинский комбат, настаивают на том, чтобы первые группы добровольцев, которые приезжают тренироваться, обучаться и слаживаться, все-таки были с профессиональным армейским опытом. Все понимают, что боевого опыта у белорусов ждать не приходится, за заключением тех замечательных людей, которые помогали Украине на Донбассе. Поэтому это должны быть люди, особенно в первых группах, с максимальным военным опытом армейским. У меня тогда такой вопрос. Хорошо. Ты сказал комбат из Украины. Можешь тогда иерархию рассказать? Кому вы подчиняетесь, то, что можно озвучить, и как происходит вообще? Здесь есть одна легальная схема, насколько я ее понял. Может быть, я всего не знаю, но здесь есть одна легальная схема. В интернациональном легионе всегда есть украинский командир. Даже если у вас есть опыт военной службы, даже если вы офицер или офицер запаса, вы все равно можете быть не больше, чем помощником такого командира. Я допускаю, что в процессе обучения и слаживания у нас появятся боевые единицы и, возможно, местный командир взвода, Беларусь. Но пока что по условиям, и мы не можем здесь свои правила вносить, это тогда украинские командиры. Ну, инструктор наш. Есть инструктор наш, есть украинский. Поэтому, в общем-то, мы подписываем контракты, и все мы рядовые сержанты. Вот что нужно объявить, наверное. Сержанты ВСУ. Совершенно верно. Идем дальше. Имеет ли смысл пытаться записаться в полк человеку без службы в армии и с такой себе посредственной спортивной формой? Нет, не имеет. Не имеет. Действительно, не имеет. Пожалуйста, найдите способ помочь украинскому и белорусскому делу на других фронтах. Вадим, каковы ваши роли и функции в новом воинском формировании? Моя роль простая. Я, в общем, появился здесь значительно раньше всех. И, к сожалению, вынужден был ждать разрешения на заезд первых добровольцев. И сейчас жду и вынужден ждать разрешения на заезд следующей группы и следующей группы. Я надеюсь, что этот конвейер заработает, и мы так вот ритмично и будем действовать. Я, что называется, принял возможности этой тренировочной базы, и первый, и второй. Освоился, мы подготовились, много занимает организаторская работа, времени. Фактически, я такой же рядовой, тренируюсь вместе со всеми, слушаюсь инструктора. К сожалению, или к счастью, на меня еще есть организационная нагрузка. Поэтому есть такие дни, когда... Ну, вот сегодня я, например, выбрал, и это будет медийный день, где все будут на тренировках, а я буду давать интервью. Но я так вот редко буду делать. В основном я нахожусь, собственно, в подразделении, и мы занимаемся и тактической медициной, и огневой подготовкой, и всем остальным, чем мы должны заниматься. Поэтому я такой же рядовой. Я надеюсь, что у меня получится наладить процесс тренировки, сплачивания и поступления белорусов в ряды ВСУ таким образом, что я сам свою роль поменяю. Супер. Каким опытом обладают инструкторы по подготовке? Инструкторы замечательные. И первый инструктор, и белорусский, и украинский инструктор, это большой опыт в силах специальных операций. Вот, поэтому здесь, конечно, нам... Ну, что значит повезло? Мы их искали. Мы их искали, и, в общем, тоже нужно было решение принимать. Поэтому, вот, учимся. Нам пообещали еще двух инструкторов, вот, но мы пока усваиваем тот материал, еле усваиваем тот материал, который можем забрать у этих. Как долго идет подготовка кандидата в полк? Смотрите, мы хотели бы всю подготовку, а именно, так называемый курс молодого бойца, уже не молодого бойца, как мы выяснили с вами, да, заканчивать в течение двух недель. То есть через две недели мы хотели бы иметь слаженное подразделение, которое не растеряется, у которого есть уже командиры отделений, который поступает на службу ВСУ уже с воинскими специальностями. И, в принципе, процесс этот вполне возможен. Просто сейчас, в начале, скорее всего, он будет чуть-чуть дольше, чем мы рассчитываем. Но, в принципе, две недели и в строй. Две недели и в строй – это есть наша святая цель. У меня такой вопрос родился. А у вас позывной есть? Есть. Он озвучивается или нет? Я могу озвучить свой, потому что в этом нет уже, как вы понимаете, большой тайны. У нас, кстати, несколько бойцов тоже с открытыми лицами на фотографии, если вы заметили. То есть они приняли решение, что они не скрывают свою идентичность. Вот, поэтому у меня позывной «Монгол». Наверное, потому что я наполовину татарин, и что-то, наверное, легко читается во внешности. Так, ну, это продолжение. Как быстро первое формирование в составе полка может принять участие в боевых действиях? Смотрите, тут важно понять. Полк – это на вырост. Это прямо на вырост. Это наша святая цель, чтобы вот такое количество добровольцев, которые выстроились в очередь, действительно пропустить и действительно чему-то научить. Научить их очень важно, потому что мы все понимаем, что за две недели терминатором никаким не станешь. Но за две недели происходят действительно процессы и подготовки активные. Это не советская армия. В советской армии можно за два года красить бордюры, странировать ржавую технику и ходить в наряды, и так боевому делу и не научиться. Здесь, конечно, все по-другому. Интенсивно, быстро, без окивоков, без советской идиотской муштры. Все по делу. Поэтому полк на вырост. Надеюсь, что так и будет. Еще раз, учитывая, я исхожу из того, что война затяжная, и что, скорее всего, у нас получится сформировать крупное подразделение. Конечно, все может измениться, потому что я, например, видел результаты переговоров в Стамбуле и где-то вычитал, что иностранные военные базы и иностранные военные подразделения не смогут в случае договоренности быть на территории Украины. Но это не относится пока к интернациональному легиону, поэтому мы развиваемся, как развиваемся. Я думаю, у вас на этот год есть точно, потому что еще референдум должен, если вдруг примут. Ну, понятно, что они не примут, выдвинут сейчас в ответ, и это будет катаваться еще долго. Смотрите, я исхожу из того, что лучше иметь название на вырост, лучше иметь цель на вырост. Я исхожу из того, что мы не все будем вместе служить после прохождения обучения, но мы все по свистку можем собраться. И вот эти вот две недели в учебке, они чрезвычайно важны. Во-первых, в этом есть какая-то здоровая воинская белорусская идеология. Понимаете, мы в 9 часов ставим украинский гимн каждый день. Вот это вот минута молчания. Вечерами мы говорим о белорусской политике, и в этом тоже есть такая правильная пропитка. У нас очень разные люди, они говорят и по-русски, и по-белорусски. Повторяю, от 19 до 60 лет. Очень разных профессий. Есть коронавщик, есть игрок в покер, есть бизнесмен, есть рок-музыкант. Коллектив очень хороший. Мы все получаем удовольствие и от тренировок интенсивных, и от чувства юмора. Участвовал ли кто-то из ваших ребят уже в каких-то боевых действиях? Нет, не участвовали. Таких нет. До какого числа срока вы набираете добровольцев? Могу я через месяц быть в Варшаве? Не поздно ли это? Не поздно. Не получится у нас всех тех желающих одномоментно принять. Не получится их распределить по всем тренировочным базам и сделать из этого быстрый процесс. Поэтому мы будем принимать последовательно, ритмично, какими-то определенными партиями. Если получится увеличить эту пропускную способность, я буду, в общем, рад. Но войны хватит на всех. И такое решение в жизни нужно принимать чрезвычайно осознанно. Поэтому помимо рекрутера профессионального в Варшаве, который занимается верификацией наших добровольцев, причем верификация происходит через три фильтра. И недавно мне удалось добавить еще четвертый. То есть мы в состоянии в определенной географической точке делать тестирование на полиграфе. Это, ну, правильная вещь, учитывая риски нахождения в подразделении и учитывая риски обнаружения локации. Я сам этот полиграф прошел, получил большое удовольствие. Извините, вернусь еще к вопросу. Итак, войны хватит на всех. Компания, я предполагаю, что затяжная. Если вы примете такое важное жизненное решение через месяц, через два или через три, вы ничего не потеряете. Вы точно присоединитесь к вооруженным силам, к белорусским вооруженным силам внутри ВСУ. И важно еще сказать, да. Значит, если вы чувствуете, что вы вроде как уверены и готовы, и попадаете в критерии, и прошли верификацию, но вы чувствуете, что вам нужно поговорить, у нас в Варшаве сейчас специальный человек с профильным образованием проводят личные собеседования. И учитывая наш такой ритм ротационный, небольшой, у каждого будет возможность пройти собеседование. Я всем предлагаю это сделать. Вы сказали, что и вы прошли полиграф. То есть все добровольцы, которые хотят служить в ВСУ, они проходят полиграф? Нет, не все. Не все. Достаточно пока отвергаться. Но я допускаю, что в какой-то момент... Когда будет техническая возможность. Нет, техническая возможность уже появилась. Да, уже появилась. В общем, это несложно уже организовать. Просто это связано с перемещением, это связано с логистикой. Но, конечно же, мы будем употреблять полиграф в тех случаях, которые мы хотим и в которых мы считаем необходимы. Вопрос. Сегодня только один вопрос, на который интересует ответ. Уже есть батальон. Одна сила. Для чего создан полг? Вторая сила. Чтобы утонуть в спорах о том, как нам жить дальше и что делать? Ну, смотрите. Конечно же, я хотел тоже одного белорусского крупного подразделения. Я прекрасно понимал, что для этого недостаточно иметь вот тех замечательных белорусов, которые уже воевали, уже были и уже привлекают себя и выросли из роты в батальон. Для этого нужна обязательно учебная часть. Для этого нужны тренировки. Для этого нужен курс молодого бойца. Я вообще, кстати, не исключаю вероятности, что после нашего обучения и слаживания некоторые люди попадут туда же, служить рядом с калиновцем. Вот это было бы совершенно замечательно. Еще было бы замечательно объединить всех присягой. Одной. Мы присягу пока не принимали, но я видел и читал текст присяги батальона Калиновского. И, собственно, я через вас даже обращаюсь к ним. Если мы можем сделать совместную, одинаковую, единообразную присягу, мне кажется, это будет очень хорошо. Я думаю, что логика была такая. Мы здесь раньше, мы здесь уже в Украине воевали. Мы хотим быть монополией. Давайте подчиняйтесь нам. Ну, в общем, исходя из этой логики, мы не развились бы в суперкрупное подразделение. Я не утверждаю, что мы развились в суперкрупное подразделение. Я все лишь утверждаю, что дальнейшее развитие, оно сильно зависит от тренировочной базы и от наших возможностей принимать ритмично и много людей из тех, которые записались в добровольцы. Думаю, что все-таки произойдет какое-то идеологическое сначала, а возможно, потом и системное воссоединение таких подразделений. Повторяю, мы чуть-чуть по-разному смотрели на военное строительство, чуть-чуть по-разному смотрели на вещи, и договорились просто, что мы пока существуем раздельно. Вы работаете сами по себе или от штаба Светланы Тихановской? Нет, мы не работаем от штаба Светланы Тихановской и ни от штаба Павла Челатушка и ни от какого другого штаба. Решение я принимал быстро, осознанно. Я стараюсь поддерживать связи со всеми штабами, равноудаленные. Я рассчитываю, кстати, что вот такого размера черная лебедь и вот эта война, она в том числе наведет порядок и в наших заграничных оппозиционных штабных кругах. А, надо сказать еще одно. Я получал какие-то слухи о том, что среди бойцов батальона Калиновского была какая-то клеветническая информация о том, что я чуть ли не заговорщик против Тихановской с Карач или я где-то там с балкунцом в одной... Ну, это все отвратительно, горько и стыдно. Я еще раз заявляю, вот как на анкету, я не состою ни в каких альянсах, коалициях, ни против кого не работаю. Цель у нас одна. Победа Украины с последующей победой в Беларусь. Если для этого нужно несколько воинских подразделений, отлично, если они сольются потом в одно, еще прекрасно. Если у них будут передовые части или такой белорусский спецназ, прекрасно, вообще хорошо. Но цель у нас одна. Нет никаких альянсов, мезальянсов. Я просто всех этих людей знаю. Я знаю большое количество людей. Естественно, я проработал в оппозиционных штабах, как вы знаете, и понимаю, как устроен штаб Тихановской, и понимаю, как устроен штаб Латушка, понимаю, как устроен Байпол. Большой помощи они оказать нам не могут. Я встречался с делегацией, которая сюда приезжала, в Украину. Как это прокомментировать? Можете встречу? Могу. Есть одна вещь, которую они могут предложить. полезную для нашего военного строительства. Например, штаб Тихановской. Это военная дипломатия, как сформулировал Франк Печор. За что им спасибо, но военной дипломатии у меня достаточно своих связей. Так уж получилось в жизни, что я эти связи формировал последние 10-15 лет. Сейчас они сработали очень хорошо. Поэтому здесь сильно они не помогут. Нужны ли нам ресурсы? Ресурсы нам нужны, потому что украинская сторона предоставляет нам вооружение и предоставляет, естественно, довольствие. Но вообще-то от обмундирования до экипировки все просят вести все свое. Поэтому мы этот процесс еще даже не начали с сбора денег основательного. Но я уверен совершенно, и судя по звонкам бизнесменов, которые я получаю лично, я не на все еще имею возможность отвечать, и не вовремя отвечаю. И тоже прошу прощения за это. Потому что очень много было сумбура вначале. Украинские власти тоже не понимали, что делать с интернациональным регионом. Особенно после обстрелов 13-го числа. Там протоколы безопасности сильно поменялись. Да, в связи с этим я думаю, что хороший фандрайзинг и правильная экипировка, они нам помогут. Чем еще может помочь штаб? Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что если они там наведут порядок у себя, если они начнут заниматься внутренней повесткой, с таким же рвением, которым они занимались международным, то мы все будем довольны, все от этого выиграем. Ваши парни национально ориентированы или они поклонники Светланы Тихановской? Все национально ориентированные подразделения. Есть люди, которые говорят исключительно по-белорусски. Есть люди, которые говорят по-русски. Никаких сложностей из этого не возникает. Наоборот, в этом есть какая-то здоровая обстановка, такое признание юмора и терпимости. Все в порядке. В основном, ну не то, что в основном, но, наверное, половина из наших бойцов отсидели и получили. Ну, по статье 23-34, кто-то был в Жодино, кто-то был в Окрестино. Кто-то ушел от погони от наших органов, от милиции ушел, от пожарных ушел. Я никогда не замерял. У нас вечерами, когда мы разговариваем, не было разговоров про штаб Тихановской. Почему-то не было. Все настроены национально и про-белорусски. Скажите, пожалуйста... Ну, извините. Наверное, важно сказать, что, конечно же, ни у кого из этих бойцов нет представления о том, что можно каким-то образом забрать у Лукашенко власть, кроме как силового. Скажите, пожалуйста, у вас уже есть контракт лично в ВСУ? Да, я подписал 28-го числа. Присвоили ли полку номер части? Есть номер части. Разглашать не имею права. Собираетесь ли вы лично брать оружие в руки и вступать в ряды в ВСУ? Ну, я уже с оружием в руках и в рядах в ВСУ. Вопрос, куда меня занесет и когда. И будет ли там передовая. Думаю, что будет. Во всяком случае, из разговоров с нашим военным начальством украинским, мы точно понимаем, что после слаживания мы попадаем туда, где идут боевые действия. Что вы думаете о будущем Беларуси? Скажите нам правду без пафоса. Это такой вопрос, на который можно либо очень коротко отвечать, либо очень длинно. Коротко вопросов. Если коротко, то нам предстоит построить свое национальное государство. И процессы все с украинской войной, с этой трагической войной, они ускорятся. Значит, нам придется приобрести свою национальную идентичность. Скорее всего, эта идентичность будет строиться на двуязычии. Нам придется отказаться от иллюзий и все-таки одним рывком в определенных обстоятельствах, когда откроется форточка возможностей забрать власть, назначить новые выборы и построить свою европейскую страну. И нам придется, скорее всего, сделать... Ну, значит, придется. Нам обязательно нужно сделать какой-нибудь союз от моря до моря. Иначе русский империализм, даже потерпевший, я надеюсь, поражение в украинской войне, он все равно имеет привычку перегруппироваться. И все это ордынское устройство российской власти имеет смысл самовосстанавливаться. Вот здесь вот уже нужно прям международный проект, как не допустить повторения. Но очевидно, что у Беларуси есть и прям уже маячит близко на горизонте шанс построить собственное государство. Цивилизованное, европейское, свободное. Чем вам помочь? Куда пересылать денежку? Ну, во-первых, большое спасибо за предложение. Во-вторых, я постараюсь, наверное, в ближайшие недели утвердиться и наши партнеры. Фонд спортивной солидарности уже объявит какой-то способ сбора. Пока что все бизнесмены и все, кто может донатить, мне звонят, и я прошу их подождать до наших самых ближайших объявлений. И еще раз большое спасибо, дякую. Поддержка нужна. На что нужны деньги? Деньги нужны на экипировку. Мы уже приобрели транспортные средства, с помощью которых мы можем ритмично пополнять ряды нашего подразделения. У нас есть бытовые нужды, такие простые, солдатские. В основном нужны средства на, повторяю, экипировку, обмундирование, ну и традиционно бронежилеты и шлемы. Там еще можно добавить и наколенники, и тактические очки. Этот список длинный. Аптечки и тому подобное. Список колоссальный, друзья. Поэтому белорусы помогаете батальону, полку. Пока что у нас получилось работать очень оперативно, быстро. Не все у нас есть, но кое-что прибудется со следующей партией добровольцев. Мы процессом довольны. Я считаю, что у меня точно не будет времени заниматься финансовыми потоками. Нам просто нужна организация с хорошей, прозрачной репутацией и с правильным менеджментом. Фонд спортивной солидарности, повторяю, мне кажется, с этим справится, потому что у них есть опыт и репутация. Вадим, вопрос на перспективу. Украина подписала перемирие с фашистским ордором. Ваше подразделение, как и батальон Калиновского, это часть ВСУ. Как вы себе представляете перенос борьбы на территории РБ, учитывая эти два фактора? Для этого понадобится выход из ВСУ, иначе это объявление войны Украины в Луке. Я не хотел бы обсуждать тактические вещи и варианты различных исходов. Сейчас пока очевидно следующее. Украина должна победить, и в Украине должны получить военный опыт наибольшее количество белорусов. 240 тысяч или 250 тысяч белорусов, повторяю, находятся за границей вынуждены. 40 тысяч прошли тюрьмы. Мы точно имеем шанс сформировать крупную, обученную военную силу. Часть из этой силы пройдет передовую. Часть из этой силы пройдет правильное воинское обучение и слаживание в военных условиях. В принципе, здесь в Украине нет, сейчас практически нет безопасных зон. Поэтому тут все на войне, тут и гражданские, собственно, принимают участие в военных зонах. Это наш исторический шанс. Как это подразделение, в какой форме и при каких обстоятельствах будет влиять на изменения в Беларуси, мы оставим за кадром, потому что таких сценариев можно набрасывать много, но они все имеют военно-тактическое измерение. Пускай наши противники готовятся к одному, а мы сделаем совершенно другое. Кстати, я вспомнил, мне в личку писали, женщина писала, что она медик, беженка, ну, в Польшу выехала. Смотрите ли вы женщин-медиков? Я бы хотел, я бы хотел, я думаю, что в какой-то момент, ну, тут, собственно, это связано с военными неудобствами, естественно, да, и с бытовыми неудобствами. Но я бы хотел, конечно, да, и я понимаю, что во время нашего неизбежного роста подразделения нам бы такой человек не помешал. Я обещаю это выяснить у нашего командования украинского. Так, идем дальше. И спасибо за то, что такое предложение есть. Да, большое спасибо. Тут кто-то вас любит, спрашивает такое. Зачем было снимать ролики, чтобы Прокопьев едет воевать, а потом пропадает на месяц? Ну, все просто. Ну, все просто. Смотрите. На самом деле, большое количество времени ушло на согласование, консультации и на открытие каких-то возможностей здесь. Потом перемещения здесь все затруднены. Как вы понимаете, блокпосты, белорусский паспорт и комендантские часы. Пока мы этот процесс весь закрутили. Он потом еще стал опять на паузу в связи с изменением тактической обстановки, повторяю, в связи с обстрелами. И, честно, у меня никакой не было возможности выходить в эфир и докладывать о каких-то своих успехах и неуспехах. Сейчас мы понимаем, что мы уже тренируемся две недели, бойцы на месте, процесс виден, он системный становится. Теперь мы понимаем, что говорить об этом можно нечасто, но какие-то вещи можно говорить. Что касается, например, проекта «Радио Гаага», который тоже сейчас не выходит в эфир и приостановлен, то я постараюсь в самое ближайшее время сделать серию интервью с нашими бойцами. Это будет какой-то такой человеческий. Если у вас не будет времени, я всех добровольцев белорусов, абсолютно с любых подразделений батальонного ВСУ, приглашаю ко мне на канал просто познакомить этого смелого человека с белорусским обществом. Спасибо, Саша. Как мы понимаем, и здесь я думаю, что все наши зрители понимают, кто-то готов открыть лицо, кто-то предпочитает оставаться инкогнито. Со всеми, кто готов открыть лицо, имеет смысл говорить и про их судьбу, и про их мотивацию, и про их будущее, и про Беларусь. На ваших фото 5 пулеметов. Планируете ли вы их ставить на джипы? Это судя по тому, что я помню, 150 джипов зато. Ну, чтобы наш пациент спал покрепче. Помните этот замечательный замысел? 150 джипов пресекают литовскую границу. Я про это и говорю, наверное, на вопрос. Вы их будете ставить на джипы? Нет, мы не планируем их ставить на джипы. Это работает немножко по-другому. Нет, я просто... Пропагандоны смотрят нас, я знаю, всегда. Желтые сливы будут вас вырезать. Я просто... Вы им откройте тайну, что вы работаете сейчас со стингерами, обучаетесь, потому что вертолет прекратил летать. Это не тайна, на самом деле. Это все входит в обучение. Нет, нет. Позырка, инлавы, джавелины, это все входит в обучение. Нам это подтвердили. Да. Так, откуда у полка оружие, кто финансирует, кто поставляет? Полк сейчас что, в Варшаве находится? Объясните людям еще раз. Вчера было объявление, пожалуйста, читайте корректно его, правильно, о начале формирования крупного подразделения, которое, я надеюсь, неизбежно вырастет в полк. Пока что наш размер чрезвычайно скромный. Пополняться будет каждые две недели. Надеюсь, что мы вырастим до размера полка. Вооружение предоставляется украинской стороной. Вооружение разное. Еще не факт, что мы даже его не поменяем в связи с боекомплектами и с наличием патронов. Пока что у нас импорт вооружения чешские ЧЗ. Вадим, ты не понял вопроса. Люди спрашивают, вы работаете в Варшаве или вы находитесь в Украине, на территории Украины? Нет, мы находимся на территории Украины. Если говорить в военной терминологии, есть красная зона. Это зона непосредственного контакта боевых действий. Сейчас, прошу прощения. Воздушная тревога, поэтому мне нужно сворачиваться. Супер. Огромное спасибо. Слава Украине. Живи Беларусь. Саша, спасибо. Я надеюсь, что периодически мы... Спасибо всем, кто служит. Да, все, я бегу. Спасибо. 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 Спасибо.